всем привет приветствую всех тех кто ценит свое здоровье я сегодня решил рассказать о том как я употребляю глину об этом люди уже слышали многие ее употребляли и знают что это хорошая полезная вещь но те кто не знают для себя сейчас откроют кое-что новое давайте сначала я вам покажу какие бывают глины для того чтобы принимать глину вовнутрь нужно ее выбрать по качеству смотрите вот я здесь взял несколько образцов и если посмотреть на эту да это не глина это уже маленькое изделие такое блюдечко это я вот его вылепил когда-то это белая глина да вот видно это совершенно белая глина она конечно не идеально белая но почти-почти-почти такая глина лучше всего вот есть глина голубая она серо-голубого цвета это тоже очень хорошая глина то что у меня в стакане это вот это глина розовая она не совсем чисто розовая но вы видите оттенок она такая розово-бежевая глины бывают как желтые так и еще одно мое изделие терракотовые такие да то есть разные оттенки она может быть более более такая оранжево-красная или вот у меня есть разбитая амфора которую я вылепил совершенно красная это я показываю потому что у меня подходящие глины красного цвета нет маленького куска вот совершенно красного цвета почему глины такие разные потому что они находятся на разных глубинах в разных местностях ну разных территориях регионах и поэтому они насыщаются различными разными веществами веществами те которые вот красная да я думаю в ней много железа она рыжая потому что это как ржавчина железа вот те которые более там желтые да оранжевые значит меньше железа больше чего-то другого там алюминия там или цинка или еще каких-то металлов то есть любая глина содержит в себе минералы вот такая вот голубая глина это обычно где море или где было раньше море вот такая голубая серая глина в таких местах она может быть где-нибудь в залежах в глубине белая это такой средний пласт который может залегать на глубине там 3-5 метров от уровня почвы и вот для здоровья для того чтобы принимать его внутрь лучше конечно использовать глину такую более светлую такую красную глину вы не размешаете она будет очень жирная как пластилин ее растворить плохо она совершенно не подходит вот такие промежуточные да там полужирные глины тоже подойдут но лучше брать тощую как говорится вот тощая глина это вот такая розовая бежевая белая голубая она имеет меньше жирности она хорошо растворяется для чего же я это делаю ну я уже сказала минерала значит если употреблять внутрь глину регулярно мы первым делом насыщаемся минералами минералы нам необходимы также какие витамины но очень много минералов содержится вообще в природе их более 90 и те которые нам нужны по крайней мере и более 90 и остальная часть это витамины это немножко не то что минералы это то что содержится и вырабатывается овощами фруктами различными растениями то витамин а минерал содержится в почве и растения тоже минерал берут из почвы и чем больше в почве минералов тем больше они в растениях а если мы употребляем глину внутрь значит мы употребляем минерал какие-то минералы могут быть там и кальций различные соли и различные металлы все это нам необходимо но одно из немало важных для чего я это делаю вот кстати тут я чаем занимался это я его резал и решил вот сразу записать такой ролик о глине вот кстати глина еще видите вот на чайнике это чайник из китая это исинская глина из территории исинская какая-то территория регион исинский вот в китае это глина совершенно как бордово-коричневая очень темная такая пластичная она как пластилин для гончарного дела она идеально для приема во внутрь такая не подойдет смотрите почему я назвал ее парным молоком я вот покажу как я ее использую вот для того чтобы его принять во внутрь я набираю вот ложку с горкой заливаю воды размешиваю и после этого нужно ее выставить на солнце чтобы она постояла она должна осветлиться что значит осветлиться ну как бы оживиться она ведь глина содержится находится в земле она находится где-нибудь каких-то глубинных пластах и не видит солнца вообще миллионы лет она создается из остатков каких-то растений животных то есть то есть отмершая флора фауна которая была может быть миллионы лет назад она складывается под воздействием микроорганизмов в такой пласт и превращается вот в порошок глину но те глины которые тощие не больше песка меньше жирности те которые жирные в них меньше песка больше жирности поэтому их называют тощие промежуточные жирные и от этого конечно состав зависит и вот что я хотел сказать что они не видели солнца и поэтому как бы в мертвом спящем состоянии эти глины находятся для того чтобы ее осветлить оживить ее нужно выставить на солнце на террасу на подоконник часа на два этого будет достаточно два-три часа она у вас постояла вы ее можете выпить предварительно ну снова перед выпиванием нужно ее расколотить а вот теперь приходим к тому эту я глину серую я просто размешал показать она еще не осветлилась и пить сейчас нельзя я вам покажу сейчас как я употребляю глину значит это уже настаивается с утра она стояла несколько часов вот я ее размешал теперь смотрим сколько проходит времени времени проходит секунд 15-20 я ее могу выпить я на камеру пить не буду выпью и так вот видите во первых остается такой налет налет от ее жирности во вторых ну вот осадок остался да это такие тяжелые частички песчаные которые сразу осели 20-30 секунд проходит они все на дне вы выпиваете взвеси выпиваете уже порошковидную такую массу типа муки которая не садится быстро это самая важная часть глины она нужна для того чтобы сорбировать чтобы тянуть на себя всякое нехорошее то что у вас есть внутри организма в желудке в кишечнике она на себя берет все эти плохие вещества и минералы которые в ней содержатся вы конечно же получите а сама основная часть глины она выведется через мочевой канал и вместе с ней выйдут все грязи и так со временем если вы будете ее употреблять вы почистите свой организм глина кроме того что имеет очищающий эффект и насыщающий своим составом необходимым для нас она еще и обладает свойствами лечащими она успокаивает обезболивает если ее принимать регулярно внутрь станет лучше работать желудок пройдет какие-то может быть боли и принимать ее не нужно длительное время постоянно достаточно месяц-полтора ее пить каждый день потом сделать перерыв какой-то там неделя две-три и снова продолжить и так вот периодически ее употреблять вы заметите что вы станете лучше себя чувствовать глины они вообще обладают многими свойствами и употребляются применяются в разных видах в разных частях сторонах нашей жизни вот я в своей жизни употребляю глину применяю вернее не только так что я ее пью я ее использую для мытья и для я могу мыть и руки и ноги я могу мыть и посуду очищенной глиной и можно еще перечислять но я сниму еще какие-нибудь темы по поводу глины что я с ней делаю я люблю лепить гончарить хотя у меня опыт в этом еще небольшой но мне нравится это вообще уникальный продукт глина очень классный продукт я его называю продуктом потому что его можно употреблять вовнутрь а можно употреблять снаружи кстати ей можно обмазываться это многие знают грязевые глины да ну и ванны это принимают грязи в лечебницах и не секрет для многих что она на самом деле лечит она еще и увлажняет смягчает кожу то есть как крем работает когда человек занимается гончаркой вот или моет ей посуду он сразу ощущает что у него руки становятся более приятными поэтому я глину просто обожаю вот я основное в принципе вам донес и думаю что вы это возьмете себе на вооружение пейте а по поводу парного молока я забыл сказать вот так как она настаивается часа два у меня на террасе а сейчас лето жарко она становится теплая и парное молоко это не то которое может кто-то думает отопленое это парное это из-под коровы это молоко которое только сдаилось и оно еще теплое так вот так как я молока не пью вообще я пью только молочно-кислое кисломолочные продукты употребляю просто квашу там творог а молоко я много лет не пью очень много наверное лет 25 точно а то и 30 и вот его нельзя употреблять вообще взрослым людям это еда младенца так как я молока совершенно не пью то я когда начал летом осветлять глину вот так на террасе я заметил ее вкус усилился и благодаря жирности и и она даже похожа на молоко и ну а так как она мутная белая становится похоже визуально поэтому когда ее в теплом виде размешаешь и выпьешь ощущение получаешь как будто бы молока выпало парного это классно я вам говорю вы пробуйте вам понравится я вам желаю быть здоровыми благодарю что досмотрели ролик до конца употребляйте глину вовнутрь будьте здоровы живите долго болеть нельзя нужно прожить жизнь и быть здоровым с вами был ваш травник серый пока пока